всем доброго утра доброго утра mercedes в прицепе вымел досочки все ставил была двойная боковая полный пакет продуктов салфеток купил в икее вчера классных классных загружаемся и поехали световые приборы вперед какой тут ребята запах просто шикарный протрем холодильник вот таких вот пачек мяч в рюкзаке и киевские они плотные классные раскладывается то есть 4 такое вообще полотенце получается огонь ну и тут продукты у меня снова чай крылышки сейчас я буду раскладывать колбаса нарезанная сахар котлета по-киевски чё там только нет короче да до лотка я не доберусь вот с колбасой с мазиком потом сделаем покушаем котлета по-киевски колбасы прям ну тонна ребята нарезанный сосиски шмасиски майонез новый сыр одна банка радбула сейчас мы дополним у меня на спалке там есть все хороший холодильник глубокий пакетик убираем поехали что мы на выезд краса привет зевает а чё собаки тоже зевают сиютки включил холодильник все разложил положил туда свеженького радбула радбул свеженьким коли не бывает у него по моему нет срока давности годности хорош на дороге михаил у нас уже уехал он уже на месте загрузки у него есть немножко пораньше по времени и выгрузка пораньше то есть посмотрим поедем вместе или нет вот так вот отличное утро не холодно 9 градусов погода пасмурно но без дождя все отлично что по машине по машине все ребята идеально нам бы тарировочку на нем сделать чтобы спидометр подкорректировать немного неправильно показывает и руль с рулем либо гнать я так понял его перекидывать нельзя это не камаз не копейка не шестерка жигули здесь стоят датчики которые будут думать что машина идет за нос или чё-то такое короче действия датчики на положение руля так что надо будет делать схождение на на где-то потому что одну по дороге если я иду прямо вот так вот это ручка стоит хусейн сказал что я 4 штуки получал на всех руль криво вот ладно можно принципе на эту ситуацию не обращать внимание но если попадется возможность или будет возможность это исправить мы обязательно исправим вот поехали отдохнул шикарно сделал кучу дел но только стол не купил за столом была проблема что там не хватало каких-то элементов к этому столу ждем потому что именно он понравился поехали на загрузку нам ребята к десяти времени 823 полтора часа езды проехали практически без пробок лучше значит выехать пол девятого в девять полдесятого уже все в пробках будет идет девочка красивая белой шляпки петербург ты меня радуешь в питере ребята мода наверно на первом месте в россии одеваются люди так как хотят обалденно и волосы шикарные то есть по простому его тут не определишь может какой-то миллионер быть одет простых там джинсах каких-нибудь и все кто-то может наоборот пиджаке в галстуке а по факту там ну и по машину здесь не определишь может работает он на ней может там в лизинге в каком-нибудь может организации машина здесь автомобиль больших городах это не показатель хоть ты на майбахе на заднем сиденье сиди никого ты этим не удивишь коля волшебник поехали все машине стало комфортно весь пластик прогрелся я я футболочки в белый на белом мерседесе да там левый ряд николай надо да 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 пустите просто николай у меня еще приличное расстояние на перестроиться нужно спасибо погнали мишка уже грузится меня уже грузят его хорошо скорее всего пойдем по отдельности михаил сергеевич загрузился уже доброго утра михаил сергеевич сейчас посмотри поставят нет наберу тебя у тебя тут пробочка еще постоишь здесь поехали на загрузку так я тоже поспешишь людей не смешишь поехали оформились нас поставили на 4 1 1 1 4 сейчас после реноке заезжаем подписчик канала поехали подъезжать загрузили нас ребята сейчас посмотрим время 12 как бы не сильно быстро так уж сжигание вставлен неправильно неправильно а не до конца наверно все а им ссори мерседес он все видит короче все палит загрузили не так чтобы быстро по факту должен был выехать в 11 но ничего страшного у нас огромный запас времени нам сегодня доехать до скорости завтра вообще доехать до места нас выгрузит под утро это скорее всего и послезавтра это понедельник мы будем грузиться обраткой спокойно с утра загрузимся доедем до куда едем по вторник выгружаемся снова загружаемся и вот по такому бы бы по такому плану было бы хорошо так свет не включаем потому что у нас ходовые огни д олимпийку я пока не снимаю потому что мне еще нужно отдать пропуск со странным номером т30 хк 30 погнали поехали поползли сейчас посмотрим если у нас пробка вправо то мы объедем ее слегка слегка чуть дальше выйдем на московское шоше поехали кушать хочешь нет я уже объелся что делать будем будем ехать слушать музыку включим какой трехчасовую мелодраму может быть что посмотрим из советского кинематографа который шагнул на шаг вперед далеко далеко но не это не помогло актерская игра которая заслуживает премию тэпфи оскара в студию не прикольно смотреть такие фильмы я вообще но как бы российский вот это понимаешь суть фильма потом понятно снова кого-то обманули какие-то интриги любой фильм французский даже французский кинематограф тоже хороший но любой фильм какой-то начнешь смотреть можно заинтересоваться то есть и заинтересуешься по-любому как бы он не был снят и тебе становится уже интересно через силу нужно посмотреть минут двадцать полчаса и отлично так протягиваем часы войска пущу что узкий узкий заезд охрана мне нравится вот на этой загрузке дядька выходит постоянно бумажку со мной тебя куда я спущусь он такой да ладно чё такой дядька второй раз уже я только обуваться на коне обувайся о них не спускайся выходит взрослый дядька с бордой знаете наверно кто сюда ездит когда у него там арбатуре но двадца . точно что колеса чуть не разбортовывается в повороте моё коронное слово слово паразит как его некоторые называют это поехали пробка небольшая выехал стандартной дорогой за два раза нет за три наверно пройдем здесь у нас ребята рынок поддержанных грузовиков сколько р в этом предложении буковки достойные здесь варианты есть зелененький актерс был уж на и начата наклейки на нем нет ценника и даже отсюда цены вижу чего 88 ценники 8 охренеть так оставляем проезд как видим что машина остановилась мало ли кто-то будет поворачивать сейчас я покажу как ребята найти охрененный фильм на ю тубе нажимаем поиск поиск теперь вот эту штуку фильм и вот нужно ли станут немного вниз и мы сразу же попадем на мелодрамы так листаем листаем подальше так листанем листанем и вот они пошли нет домовой что-то фильм какие-то тут вот пошли этот фильм нужно смотреть новинка такие названия еще интригующие так вот они пошли час 255 вот так душевный фильм до слез всем смотреть последний ход королевы ну давай посмотрим ладно три часа ребята новинка написано приятного нам просмотра часа суть пойму чё за фильм и все звук и шикарную планшета четыре колонки эленон фильм якобы импортный но не импортный последний ход королевы приятного прослушивания и просмотра потому что сейчас у нас населенки будет 50 50 40 на ремонтах мы будем ехать километров 100 по аккуратно часа на два с половиной три я не тороплюсь никуда но могу вам посоветовать только решить эти ваши проблемы конечно до комиссии до заседания тогда ребенка хотела установить с ним игралась игралась может а другая семья будет час его забирать ладно смотри всего три часа сейчас будет чего окей на скорости нальем а я с канистры налью с десятки точно а в десятку налью новую буду обновлять так у меня 10-литровая канистрочка понятно нальем еще вот эту штуку довыльем тогда от мушек от комаров редакция второй день компьютер жизни нет проблем ни хера себе фильмец короче она кем-то там работает архитектором ей предложили хороший госконтракт она ждет денег чтобы этого сына доказать что она с деньгами забрать парнишку этого мелкого у них на стройке падает палет на женщину убивает какую-то там женщину видно там рука короче торчит и этот прораб говорит типа заморозят стройку сейчас вся фигня до разбирательства давай без труб вместе с там вывезем экскаватором загрузим на свалку и кота там уже пофигу как найдут хрен они докажут что она у нас умерла надо же вот это фильмы сейчас посмотрим чё там актеры те же самые женщина одна снималась злой фильме в каком-то я смотрел а сейчас добрая я посмотрю один с этого с чужого района который бандитом был здесь играет роль какого-то солидного типа в общем год я посмотрю куда не вывезут и чё с ней будет кто там вообще поддон кирпича на него упал смотри вот здесь космический вышний волочок ребята времени 5 вечера едем 30 километров в час очень много легковых слева справа сена с работы едут и девчонок до хрена люблю это место здесь ездить классно сейчас уходим направо и остается финишные 130 километров до скорости миша предложил переночевать чуть дальше на 60 километров и коллегу на напустим не хочешь я мангнул не знаю чего не поехал типа как чтобы завтра меньше ехать у мишки на завтра выгрузка тем более у нас красная мука вообще спокойно пропускать остается что-то там короче надо как-то пробку миновать вечером и миновать это мы соберем все это утро простоим так что и он доминовать как-то под утро поэтому мишка давай проедем чуть дальше и встанем пораньше и как раз день часам шести пяти наверное проскочим проб сейчас посмотрим мне надо набрать воды на скорости купить курицу по тайски с пюре купить чайник ребята сегодня я куплю чайник вот здесь вот у меня чайничек стоять на 24 розетка на чайнике слабенькая у меня куплена розетка усиленная но и но не с мишками покупали мишаня поменял розетку и говорит что замечательно то есть она без пружинки без предохранителя усиленно такая то есть на крайняк предохранитель выскочит в самом москва если что-то случится с чайником вот зачастую так и есть то есть в самом этом штекере редко когда предохранители перегорают о какая деваха стоит смотрите она пьяная она пьяная в дупель вообще в розовой пуховичке вот и будем мы с вами чай теперь электрически кипятить он литровый я отмерю ну то есть рисками отмерю сколько мне нужно вот на этот стакан воды примеру налью стакан воды налью в чайник посмотрю где там деление какое ну и немножко еще добавлю на ополаскивание чтобы теплой водой ополоснуть кружку допустим и уже буду знать наливаю чик или сразу там перед ним как трогаться налил где-то едешь смотришь вот такое место заехал светофоры по-любому ты остановишься ткул чайник он у тебя закипает ты открыл нижний шкафчик кинул пакетик чайный в кружку два сахарочка рафината ну допустим светофор 34 секунды 33 мы останавливаемся к примеру открываем холодильник и достаем оттуда сладка нарезанную колбасу с хлебом и можно перекусить по дороге вот ребята так и делают димка с мишкой а я все еще по старой схеме с баллончиками болтаюсь во первых баллончики это небезопасно во вторых нужно доставать и в третьих баллончики ты всегда покупаешь стоят они в среднем ну там 120 130 рублей чайник стоит 800 рублей то есть это грубо 6 баллончиков 6 баллончиков у тебя окупается чайник ухты сегодня ребята экономист то есть во мне присутствуют все профессии экономист сегодня вот мы окупаем этот чайник чайник у нас получается бесплатным а дальше после того когда мы окупили эти баллончики чайник начинает нам нести прибыль бизнес бизнесмен еще и бизнесмен вот тогда мы покупаем 10 чайников и зарабатываем в десять раз больше до вечер-вечер начинаем бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла на велосипедах пешеходные переходы проезжать нельзя остановился следствие велосипеда и кати его прокатил но хотя если ты на пешеходнике велосипедиста на велосипеде зацепишь один фиг будешь виноват пешеход везде всегда прав наверное поехали ребята доброго вечера у нас уже начинает темнеть уже практически стемнело миша у нас со стоянки скорость поехал дальше до следующей стоянки я наверное останусь на скорости потому что миша не говорит я поеду в 4 у него завтра выгрузка завтра загрузка у меня только выгрузка а мы выспимся и спокойно поедем так на этом мерседесе у меня получается сегодня с утра с легким весом вес где-то 45 тонн 24 это смешанный с городом загрузкой и со всеми этими штуками 24 пока расход еще у нас где-то километров 60 ехать я думаю 23 8 опустится это за сколько за 484 километра 8 часов мы в пути средняя скорость 60 километров в час как я выехал с загрузки я еще не останавливался ребята не разу так да 24 спидометр обманывает то есть на 5 километров что мне нужно ехать если допустим хочу ехать 80 нужно ехать 75 подъезжаем ребята к стоянке скорость поворотник 23 6 ребята догнал расход на 100 средний замечательно так ставить начнут 8 сейчас мы куда-нибудь припаркуемся молодец мерседес спасибо тебе за сегодняшний день без нареканий отработали будем парковаться после десяти возможно попасть так что здесь нет мест что мы заходим нормально да и здесь при заезде не тут переложили плиты радиус нужно побольше брать потому что раньше они кривовато тут были и тут дав разбортовался заходил видимо здесь машина шла и он резко резко начал поворачивать чуть ли не 90 градусов и первую ось на прицепе разбортовал хлопнула пойдем парковаться за водичкой сходим наберем если отдыхать просыпаемся и поедем смонтируем два дня что что-то длинные совсем ролики очень много их надо будет как-то это все сокращать разрыв прям 10 дневный уже а не снимать не могу а не думаешь так давай я сегодня не буду ничего снимать один фиг достаешь что-нибудь снимаешь в общем такая привычка так пусть здесь между колес левой стороной и там пустая стоянка это хорошо здесь вот так все паркуемся пошел я за водичкой здесь двухлитровая два с половиной здесь техническая и сюда дополним залил незамерзайку но в воду следующая уже партия будет незамерзайки ко мне подошли ребята всем привет иркутская область город устилимск как злату меня андрей зовут своего брату виктору близнецу мы вместе с ним в одной фирме работаем на таких же мерседесах расход еще минута сейчас скажем так из подольска московская компания denis вадим большой привет присоединяемся нам сказали что этот морседес хавай должен меньше я 23 и 6 23 и 27 по моему заехал сюда ну то на 45 наверно а можно закрыть меньше закрыть меньше ему нужна скорость скорость нужна до педальки старайся вообще не при этом не притрагиваться потом что еще накатом больше накатом и я специальные курсы проходил вячеславку только не помню с москвы вот по этим мерседесом в общем но мы проходили курсы у нас лекция была когда получали два года назад и не хотели отучить тоже а вот я тебе могу дать эту визиточку без проблем да короче машина огонь вообще огонь я вот 350 тысяч прошел мне только 350 тысяч ценовья что подзывной компании какой-то сепаратор там почистили по мочевине и вот недавно колодки поменяли чернинский был а да 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 тоже шанский ребята если что первый ролик только еще с марседесом опубликован просто задержка большая а уже ребята узнают всем привет люки вчера ребята в 9 времени покажи покажи мерседес покажи и покажу говорит кошки работают они тут все 613 до кошки работают почему так светло потому что я под фонарем до просыпаемся застилаемся чистим зубы вперед 9 часов поспал это класс вообще с утра ребята салатика курочка по-тайски так сейчас налью пока чай будет запариваться обойду машину посмотрю все световые приборы запущу и все принципе я уже сейчас быстренько перекушу и могу стартовать так запускаемся все запустились габариты сейчас пойдем на на еще пока на габаритах по что еще свет давайте сразу не прякать аварийка нальем чай и пойдем посмотрим все ребята работает все отлично колеса все проверил запаску правил все хорошо основной свет читальный цвет же здесь кушал вот так ставим так отпустили весь по карьерной лестнице на сиденье так выезжаем у меня половинка литровый пепси осталось так как я вчера выехал с загрузки и без остановки доехал до стоянки скорость сейчас я выскочу стану поближе к магазину схожу наверно чтобы потом не останавливаться не знаю насколько застряну на выгрузки на загрузки факт том что возможно до понедельника а сегодня у нас суббота потихонечку потихонечку приглушивается панель притухает поехали посмотрел сзади что расстояние до хрена спокойно выезжаем сразу к этому тягачу поджимаемся вот таким вот маневром смотрим здесь что у нас есть место поджимаемся чтобы нам легче было завернуть и пока вот так вот идем видим его зеркало мы уже идем полубоком здесь никому не мешаю выходим включаем валику на всякий случай не мешаемся чуть-чуть ровняемся и таким же макаром идем расстояние здесь у нас увеличилась можем его подгибать посильнее жопа вообще пошла туда красивенько за тягач уходит уходит здесь тоже хорошо чтобы углом зеркала не зацепить и выходим вот мы заман красиво красиво здесь за вольву маленькое зеркало видим что никто там не едет можем посильнее загнуться вольву прошли а сейчас было бы хорошо нам выровнится посмотреть где мы там я маленькое зеркало вижу что все отлично показать обратно выравниваюсь потихоньку потихоньку пока не увидим в большой мне уже здесь места хватает ну сейчас допустим ставлю колеса прямо и посмотрим сколько у нас было запаса запаса было километр ребята но если вы поставили плотно выехали бы прекрасно здесь протягиваем вперед чтобы не зацепить вот этого красивого морсадеса вытянули вперед по плитам и потихоньку выезжаю сходили ребята фанта и кока-кола это самые целебные напитки самые полезные напитки поменьше пейте газированного ребят иногда хочется хочется пусть будет как бы не лишняя если кончится кончится простая вода есть простую воду нужно кипятить какой бы она ни была это ребята уже понимаешь с возрастом когда тебе к 40 я мне уже к 40 36 будет 4 года пролетит просто это свадьба двое детей трое даже наверное успею за четыре года и шутим шутим конечно хорошие нам дороги прекрасного нам утра позвоним михаилу где он у нас едет спросим про пробки я думаю нормально он там ночью-то прошел хорошо на выезд поехали добиваем в общем сейчас созвонили с борисом абузитовичем присоединяюсь позвонил колька скажи на канале что мы с тобой не поругались я говорю а что случилось потому что мне это много народу пишет говорит что вы поругались что видимо не общаемся но он ребята под тюменью в тюменской области живет мы в петербурге увидеться у нас не получается возможности а общая группа у нас есть друзей там мы до созваниваемся хохочем все хорошо никто ни с кем не поругался феврале более обещает приехать к нам планирует не обещает я оговорился планирует приехать к нам у меня как раз будет день рождения видимо будет меня успокаивать потому что мне исполнится 36 лет я наверное впаду в жесткую депрессию конечно же шучу все отлично продолжаем стоять какие-то пошли ругани в рацию видимо кто-то залез с этого ряда с кем-то стал ругаться вышли драться он показал паспорт что он живет где-то там мне на стоянку я здесь живу и вот что-то тут пошла перепалка какая-то в общем мы этого не касаемся и поедем дальше проехали ребята перекресток но реверса пока не вижу тянем финишные ребята светофор на выгрузку сейчас я вам кое-что расскажу заходим с хорошим радиусом чего газели в цвет бампер прикольно смотрится идиодные туманки с поворотниками тронулись мы едем 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 я думаю блин ну где-то же должны останавливаться то есть пробка то потихоньку двигалась ни хрена не останавливаемся едем короче так красиво проезжаем всю эту стройку нет ни реверса нифига в две полосы все красиво я вспоминаю такой видел инспекторов которые с балабанова выехали в сторону стройки с мигалками потом ребята по рации говорят видимо кто там в пробке стоял ребята с балабанова приехали надавали люлей работникам они убрали светофоры это реверса которые в сторонку смотрю они обратно попались мне навстречу инспектора с мигалками и все движение пошло я не знаю для чего это все закрывалось ширины вообще вполне там хватает то есть спокойно два тягача проходят по срезанному асфальту то есть пошла движуха в чем еще странность я иногда попадал в жесткую пробку иногда просто проезжал ни светофоров ничего не было вот то ли это специально там поглумиться над нами не знаю не суди не судим будешь вот поехали на стоянку отмывать окошки и чем позанимаемся воды техническое у меня море че еще поделать не знаю может быть салоне протирку сделаем хотя вчера все протирал может хочу отмыть а так как летом мы пользуемся водой фильтрованные плюсы эту штуку добавлял ничего не хочу говорить плохого но пол бутылька я вылил и что-то я особого эффекта не вижу что он отмывает лучше так нанес на щетку фэри 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 я всю жизнь пользовался фэри по крайней мере по переезду город санкт-петербург потому что здесь живность там мухи комарей все такое какие-то чересчур не отмываем и у нас тюмени и он сам отпал с радиусом зайти встречек нет тогда здесь не мешаемся поехали оформляться вдоль линеечки красиво и поехали времени 10 42 отлично сегодня бы выгрузится и переехать на ту на организацию где будем грузиться тсп разложить сразу ремни переложить доски и все засунуть уголки подготовить чтоб утром погрузчик поставил я все перекинул с уголочками через монтажку затянул и спокойно в путь оформились на стоянку но мы другого не ожидали пока отдохнем поедем достанем да у меня щетка длинная есть сейчас я всех мошек от мою он она у меня раскладывается хорошо отлично обидно до находиться на стоянке одному так солнце у нас откуда туда и станем чтобы она не светила да вот так вот сейчас к мусорке станем аккуратно и все покоимся тут или да тут 3 тут 3 тут 3 тут помнишь как этот когда год начинают петь я начинаю танцевать а ты когда волнуешься начинаешь петь это точно я тут линии нарисовали я припарковался как в автошколе блять мне бы сразу поставили зачет четко я хоть можно загрузку сперет у меня до загрузки как раз 100 километров хера себе у тебя загрузка принял но я один на стоянке так я думаю сегодня выгрузит наверно по любому должен выгрузить потом он сразу на фанеру а вообще-то нет там пробку сыграть лучше потом под утро да не я сразу там в порядке же очереди перееду может быть сегодня загружусь после налей выскочу а кстати по пробке сейчас я ему расскажу кстати по пробке приехали инспектора прикинь этот светофор на ногами попинали убрали и все и все поехали прикинь не было нифига светофор убрали все нормальные едут наш ряд и встречка мишка говорит вот этот пенится типа в тебе не дал да у меня еще пол флакона смысле смочил стекло нанес на щетку и напенилась прям все ладно сейчас тогда я тоже буду мыть я думал таким этим которым башку мою голову имеется ввиду который от плеч идет ну наверно голову жму может концентратом башку помыть сразу на неделю вперед ладно попробуем эту хренью помыть пойдем все просто новый эпидермис вырастет еще я таких слов не знаю а ну-ка проверим мишка ты так меня принимаешь я тангетку не беру вообще рукой а нифигаси это вот как женька я сказал про эту функцию да так а есть я сейчас музыку добавлю но я вижу что тут загорается штучка и так 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 прикольно ездить парень если у тебя такая рация у меня такая рация просто короче как будто бы рядом сидим вот если шепотом говорю она не загорается сейчас у меня не слышит если буду говорить погромче он меня услышит вот пример вот так меня мишка не слышит мишка не хороший человек редиска нет так услышал у меня загорается когда ты слышишь оказывается я вижу сейчас по музыке проверим когда загорится вот так можем слушать так можем слушать нет давай давай я пойду окошки помою потом зайду ну это коля концентрат уронил мы перемешал хотя бы вот такая длинная длинная щетка раздвигается на вот здесь потом сдвигается вдвое смочил щетку теперь берем этот концентрат надавливаем на него горизонтально как и все это концентратом делаем потом смачиваем окошко сейчас попробуем мошку эту отмыть делаем струю побольше откручиваем пойдет и смачиваем окно подготавливаем и правда ребята пенится я и боковые сразу намочил сейчас нанесу пусть немножко постоит потом еще водички еще раз пройдемся и боковые сейчас помоем зеркала помоем все помоем она мягкая щетка неудобно одной рукой снимая не туда мы готова все идеально чисто ребята нет мошек ничего нет все отмылось все пусть сохнет еще чайку давай мишаню выгрузили он полетел на загрузку 100 километров от этого места чистенький мерседес такой у него мы ожидаем пока на стоянке одни приятного аппетита салат чай и бутерброды сыр не влез пришлось сломать такой с майонезом кушаем ребята схема работает идеально подъезжайте на кп ладно да кипятим уже там в смысле уже с кипяченый запускаемся ребята оформился спросил то сколько работают до 8 если бумаги у меня на завтра то можно переночевать но загрузят переночевать и спокойно потом выехать от заезжаем открываем одну воротину оформился у вежливой вежливой женщины грузиться мы будем ребята в этот раз не здесь а с другой стороны склада ночевать нужно остаться хоть где где тебя загрузят там можешь стоять в этом огромный плюс руководителю генеральному директору этой организации за то что водители не выгоняют то есть можешь вернуться сюда стать припарковаться можешь там где тебя будут выгружать под левую сторону объяснили как подъехать мы ребята переезжать открываем ой одеваем спецодежду и подготавливаем ремни уголки все все понятно мне вообще здесь нравится грузится хрен с ним что боковая и уже логистам сказал я говорю фанера мне нравится по кайфу мишка говорит тоже фанерой нравится грузится неудобно залазить на вернемся к николай так едем на разбой разворачиваемся и едем сейчас я на своем навигаторе покажу в общем вот стоит склад мы заехали стали вдоль склада теперь нам надо сдать назад выехать и с другой стороны склада объехать и повернуть к еще одному складу вот запускаемся что это а ключ это вы снимать грузового эвакуатора круглосуточно а также охраняемая автостоянка все дослушали а то было бы некрасиво не дал номер рекламка какому-то сервису где делают все и любая форма оплаты короче если там девушки то можно натуре рассчитаться переночевал за стоянку оплатите нет нельзя наверно только деньгами поехали разворачиваться ну чё поехали час времени просто через час женщина подходила так и так документом то есть через час освободится другая женщина которая сейчас что-то там отгружает мне бы мне как раз мне надо пока ремни продернуть пока в общем дела у меня есть вперед так как мы стоим близко и видим бордюр сейчас делаем ребята вот такое движение вперед поедем отодвигаемся от стены так вот чтобы у нас на маневр тягачом оставалось место мы отодвинулись от стены как видим все теперь мы можем спокойно его подскладывать куда хотим варико и спокойненько уже это зеркало сколько нам надо столько мы его будем подгибать пространство для как она называется для маневра спокойно спокойно там у нас люк один но он закатанный все хорошо но лучше на него не попадать во первых мы можем продавить кутные пустые но сейчас мы так свободное место как телефон то поставить спячиваемся спятились выключаем аварийку включаем период колеса я на когда стою на месте я не кручу то есть это тоже как бы вот допустим колеса сейчас нас вывернуты вот видно приучите себя так сделать передачу включили только начинаете трогаться и смотрите мизинцем они выкручиваются так легче и рулевому и резине всему то есть когда машина немножко катится выкручивать колеса намного лучше но это наверное когда без гидроусилителей ездили может быть с этого привычка газ 53 такие вот автомобили но это лучше для резины чем на месте остановился опять же портится асфальт выдираются как камешки щебенка ну и усилия на гидроусилитель вот я за я привык так я где-то хлоп чуть потронулся крутанул она уже авто на автоматизме идет попробуйте почувствуйте что и намного легче поехали за соколад давай включим поворотники скажу что за медленно едущий мерседес по территории а это наверное не спешащий парень парень блять мужик уже николай да она сказала под кирпич так как у меня левая сторона под выгрузку в городе саперный поселке саперной лен области она заезжайте под кирпич и направо сейчас официально нарушу официально нет я это не буду показывать я поворачиваю вправо потому что здесь кирпич объедем его по другой стороне мало ли кто-нибудь вырежет эту ставку и скажет вот нарушители меня онлайн штраф какой пришлют и вот мы получается объехали это место и едем уже по положенной дороге не доезжая конца здания направо окей вижу после знака видимо тоже разрешающего так как все круглые знаки это разрешающие знаки тоже шутка все ребята круглые знаки а может быть исключение какие-нибудь запрещающие тем более с красной полоской то есть если мы видим этот знак понимаем что он запрещающий для чего главная дорога сделана ромбиком чтобы вы понимали что у них главное также уступи дорогу перевернуть треугольник чтобы вы видели сзади что уступит так а я на лучше потом ребята назад сдам я не поеду по кругу что-то мне грунтовая дорога не нравится у нас юбка низкая давайте потихоньку потихоньку здесь вдоль припаркуем да мы принципе здесь останемся ночевать утром спокойно уже поедем или развернуться лучше пока свекло джак буду грузить меня вот с этого цеха сильную грязь не лезем пойдем посмотрим дорогу сейчас а сапоги одену пыльновато выравниваемся я привык выравниваться из-за того что на бортовой машине к примеру чтобы борт не касался не заднего крыла он все выравнился как струнка все передний борт откидываешь он либо заднего крыла будет касаться либо здесь будет а пластмассу задевать все пойдет пойдет все отлично ручник давай переодеваться ну что приступаем открываем замочки я все подтянул они у меня все как струночка но без фанатизма конечно все красиво натянутые снимаю куда отщелкиваем вот убираем это у нас дырка для пломбировочного троса отверстие то есть если трос продернуть уже замочек вот этот не открыть то есть штору сбоку не растентовать продернуть будет пломбировочный трос сколько продернут будет пломбировочный трос сколько буковок р открываем открыли и все поехали и сдвигаем штору сначала грузится спереди назад откроем стойки сдвинем и будем продергивать ремешки в это прекрасное рождественское утро хватит сам себя подъем подкалывать поехали ну все все выключаю затем как освободили все замочки убрали сзади эту трубу блин не показал нам нужно снять переднюю то есть у нас есть вот такая штука здесь это на кроне то есть вот можем так вот ослабить или подтянуть саму штору чуть-чуть подтянул немного расслабил берут за эту штучку приподнимаю вверх вот посмотрите внимание хлопс отодвинул вытаскиваю этот штырь аккуратненько вот так вот сюда все беру перчатку так как нам нужно освободить перед будем освобождать перед и все двумя руками ну те за ремешки берусь вот вот эта труба которую освободили здесь таким же макаром так она затягивается хлоп хлоп и вот так вот освобождается нажимается с штукой все и начинаем сдвигать шторину вот так вот берем здесь одновременно складываем супер оси на не топорщилась здесь крона очень мягкая штора едет одной рукой что вам нужно что вы зацепились продолжать дальше извините за тряску мне что нравится в кроне что что она складывается в один в один пролет то есть три пролета остается с нас загрузят пока грузят третий пролет мы спокойно 2 успеваем ремни замки стойки поставить на коротком принципе 36 две стойки можно смело отщелкивать может быть можно и 3 но пролисание вот этой вот алюминиевой палки нежелательно на шестнаре также 2 но нам приходилось когда возили 16 метровые балки все полностью стойки даже их приходилось убирать и верхний алюминиевый швеллер по которому ходит крыша штора и вошь изгибала то есть мы толпой потом ставили постепенно по одной по одной приподнимали крышу кого делать нельзя для того чтобы усилий не сгибала мы еще сдвигали крышу чтобы не было веса на эту алюминиевую балку крышу сдвигали и стойки получалось один вот этот тот швеллер по которому ходить ну как стойки сдвигаются здесь ничего сложного дать чала это уберем вот но это исполнение мне не нравится сразу скажу то есть она на пружине здесь идет штык такой который не дает стойке отойти вот она прицеплена такое исполнение нравится почему потому что зимой скользкая перчатка по незнанке без опыта можно можно сделать себе выбить зубы на тонаре первые которые таскал прицеп была вниз защелка там нет здесь нет то есть все штырь вышел стойку убираем вот так вот не болталась ездит она тоже легко одной рукой мы сдвинули вторую также сдвинем и будем продергивать ремешки ремешки делаем на так 10 пачек будет это что у нас получается 2 2 3 и что это получается 4 5 6 7 8 9 а наверное 2233 22 да то есть ремень 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 на один пролет по дворе у меня поехали достаем ремешки они у меня все свернуты еще один лайфхак чтобы сворачивать ремни смотрите вот этот ремень свернут классические то есть сейчас объясню время у меня просто есть поэтому объясню да надо в кузове подметать для хамуха смотрите этот свернут ремень по классическим я могу достать даже показать начало да то есть вот я его начал сматывать и мотал 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 а вот этот ремень ребята смотан смотрите как вот такая петля здесь в конце смотан это мне подсказали это я не сам это придумал в два то есть перед тем как сматывать ремень складывается напополам и сматывается буквально за пять секундочек то есть оборот оборот обороты ремень свернут вот этот нужно крутить 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 вот все что сколько здесь у нас ручейков ручейков столько нужно сделать прокрутов каждый прыгут это два раза рукой пить в руке передвинуть а здесь ребята складывается гораздо быстрее в два и вот следующий я уже пошел складывать в два двойне достаем 10 ремней нет 8 ремней вру итак 8 ремней шестнадцать уголков у меня это ребята не все уголки вот такие так бы все вот такие было бы классно их всего шесть штук и здесь так 6 до 12 должно быть 6 тут должен быть двенадцать три 3 и чё это девять 10 а ну да 16 не надо чё эту плюк восемь ремней 16 штук так 3 чего а нет все правильно 3 3 3 и дырка будет тут 10 тут 6 все верно по 2 на каждую сторону все как размотать ремень в кузове чтобы не в поле я это делаю легко берусь вот так вот рукой ну конечно правой это неудобно и вот так вот смотрим вот так хлоп и ремешок распутан ровненько подцепляем поехали все он не закрученный ровненький прицепил и на доску его то есть давайте отступим что у нас тут фанера пойдет отсюда дырок здесь очень много в кроне так как это как европейский прицеп считается нащупываем дырку вот допустим вот она сейчас секунду нету нащупал так все вот мы его зацепили ремешок и на доску на верхнюю его затягиваем чтобы он не попал под фанеру вот ну это все конечно двумя руками ребята делается намного хорошее все он не закрученный и ровненько так станет фанера мы ее будем зацеплять берем два уголочка сюда чтобы их сверху проложить когда я буду на фанере готово один готов пролет поехали дальше к погрузке готовы ожидаем а пока здесь пыльно сейчас мы выметим точно 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 сейчас я вымету видите от погрузчика пыльные следы вот такие хоп 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 да давай николай точно выметим никто нас тут не побьет наверное да ну от пыли то нет готово я ребята и в дворнике сгожусь завидный жених не курю не пью не ем не сплю складываем щетку пошли чай пить ладно ждем погрузчик прекрасно вот это понимаю прицеп так ну да пойдем отдыхать окна чистые щетка у меня ребята находится здесь но как видим здесь узкое расстояние пролезть допустим можно замараться кто не знал для молодых тоже водителей вот такая вот функция хлоп и открывается для удобства шланги цеплять к примеру ну шланги я цепляю так если расцепляться отцепляю седло отъезжаю сколько где-то с полметра спокойно расцепляю шланги провода так же когда подцепляюсь подъезжаю к седлу но не зацепляюсь то есть до конца спокойно подцепил потом защелкнулся все элементарно то есть это дверка вот это сделано ну я не знаю для может быть для рефа чтобы там залезть что-то посмотреть ремень поменять может быть когда шланг трубку змеи то есть поменять ну то есть она сделана для удобства но в принципе без нее тоже можно обойтись не подъезжаешь либо расцепляешься потом отцепляешь вот вот и все нам позвонила женщина я оставил номер телефона когда уходил молодой человек здесь такая ситуация что погрузчик немножко не успевает он еще догружает панели я чувствую что ей неудобно мы вас поставим сразу же утром с самого первого то есть до восьми работают соответственно людям надо собраться людям нужно переодеться с рабочей одежды в простую одежду кто на разводке кто куда я говорю да ничего страшного я в принципе рассчитывал у вас здесь ночевать у меня загрузка на завтрашний день я говорю все хорошо я говорю сейчас выйду штору задвину на всякий случай мало ли от дождя она говорит дождя не будет но смотрите сами утром в 8-10 с погрузчиком типа к вам подойдут я говорю хорошо то есть я поставлю будильник все утром будет все окей если вам нужен магазин вас охрана выпустит я говорю да нет все есть не переживайте все хорошо в общем вот ну во первых какие плюсы утренней погрузки то что ребят не в темноте потому что абсолютно ничего не видно фонари в конце и как говорится береженого бог бережет во первых погрузчик во вторых нужно это все поставить красиво протянуть ремни мне там лазить по светлу будет это удобней меня могли еще не выгрузить я мог только в 12 в час выгрузиться огромное спасибо наверное то что меня выгрузили то что меня запустили на территорию дали подготовить чтобы я утром не бегал утром потому что будет холодно это будет минус 1 минус 3 мало приятного а так у меня все подготовлено то есть что мы делаем идем задвинем шторм снимаем робу делаем что нибудь вкусного покушать что нибудь посмотрим и выспимся завтра у нас в часиков в 10 наверное будем отсюда выезжать пробку мы уже миновали тоже огромный плюс едем спокойно выгрузка там круглосуточная то есть выгрузимся и переночуем наверное либо там либо переедем на место загрузки то есть домой мы не попадем ну сходим по дороге в душ нам еще нужно постирать цепу потому что она у меня нестиранная ждет потом ее высушить и куда-то будем ее примастыривать куда только не знаю но много ребят в комментариях откликнулись то что наконец-то она вернулась она с Камазом еще покаталась по России а мы тут ездим только до Калуги и до Нижнего это максимум не знаю куда-нибудь ее примастырим это уже как как называется это уже как традиция наверное амулет такой можно так сказать так что где-нибудь ее примастырим всем огромное спасибо за просмотр такой сегодня ролик получился постараюсь не для той аудитории которая ну я понимаю опытные дядьки я повторялся несколько раз что никогда в грудь себя не бил что я какой-то там мега водитель что я какой-то там аз никогда такого не говорил дохера дохера очень много людей опытней меня в миллиард раз аккуратней в миллиард раз потому что я видел такие автомобили что прям ну пипец замороченные люди в этом плане простой водитель простой водитель и какие-то вот эти нюансы показывают там с ремешками с какими-то этими штуками это больше для молодых ребят молодой аудитории смотрит наверное процентов 25 вам не вам как бы ну сказал сказал бог с ним о автобус развозка пошла пазик собирать а нет какой-то грузовичок манипулятор идет вот так что если какие-то моменты вы смотрите и думаете что ты блять объясняешь не матерюсь но это больше для молодых вы уже все знаете и больше некоторых вот где-то сам что-то узнаем еще раз всем огромное спасибо за просмотр спасибо кто с нами да пошли ролики немножко подлиннее не знаю почему раньше не мог насобирать на 10 минут то ли может быть меня что-то сподвигло либо как раньше я что-то там снимаю но снимаю 13-11 минут а сейчас не знаю я короче вот так вот просили подлиннее попробовал подлиннее снять смонтировал ну в принципе нет ничего такого ладно в общем вот блогерами тоже себя никогда не считал просто мужичок с камерой хотел сказать похожее слово ладно 0,9,10 ролик запозданием всем пока-пока спокойной ночи доброе утро приятного аппетита а мы пойдем закрывать штору и будем отдыхать посмотрю я что-нибудь что-нибудь смешное пошли отдыхать мерседес чтобы я вышел хрен он только здесь загорелся ну все да сделай вот так хлопс так-то по идее вкручить габариты и все закрыть что это такое открыть а все вот теперь пошли подсвечивает нам все все пока-пока все